Здравствуйте! Вы смотрите программу по существу в студии Татьяны Молокова. Адвокатская палата исполняется 11 лет. 31 мая был принят федеральный закон об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации. Закон реорганизовал адвокатуру по территориальному принципу и в каждом субъекте появились адвокатские палаты. У нас сегодня в гостях Елена Кузьмина, президент адвокатской палаты Чуваши. Елена Леонидовна, здравствуйте! Здравствуйте, Татьяна! Елена Леонидовна, как вы можете сейчас охарактеризовать состояние российской адвокатуры? Фактически почти 150 лет на сегодняшний день российской адвокатуре. То есть на будущий год будет 150 лет, поскольку реформа адвокатуры, которая была проведена в 1864 году, принесла свои плоды. Началась она с деятельности присяжных поверенных и в последующем, конечно, адвокатура развивалась. Но с принятием федерального закона об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации российская адвокатура, на мой взгляд, на сегодняшний день находится на пике своего, на вершине своего развития. Что это значит? Это значит, что на сегодняшний день мы стали независимые, мы стали самостоятельные. Это означает, что у нас появилась корпорация. То есть корпорация не только в рамках одного субъекта или региона, но и корпорация в рамках всей России, поскольку Федеральная палата адвокатов объединяет адвокатские палаты всех субъектов Российской Федерации. То есть такой институт, как адвокатура, адвокаты, они стали развиваться и стали признаваться в обществе. Вот этот вот федеральный закон, о котором вы только что сказали, прописал, что адвокатура является институтом гражданского общества. Ни одно образование, ни одна корпорация в законодательном порядке не признана институтом гражданского общества. Адвокатура такой признана. Поэтому я считаю, что в гражданском обществе, как институт гражданского общества, адвокатура не только признана, но она становится более значимой, более весомой и более востребованы ну вот наряду с такими положительными примерами как вот вы сейчас назвали наверное есть какие-то проблемы проблемы конечно есть проблем монет наверно только у того кто не работает проблема в первую очередь наверное будут касаться в будущем ближайшем будущем программы юстиция поскольку в интернете и во всех средств средствах массовой информации предполагается что в судах представительства будут осуществлять только адвокаты и эта программа предусматривает что все юристы так называемые частно практикующие юристы индивидуальные предприниматели будут получать статус адвоката и фактически осуществлять свою деятельность под и гиды адвокатуры это говорит о том что наше количество в разы должно увеличиться пока еще не понятна процедура каким образом эти частно практикующие адвокаты станут вернее частно практикующие юристы станут адвокатами каким образом это будет происходить каким образом мы будем осуществлять контроль за деятельностью такой огромной корпорации конечно проблемы есть и проблемы есть конечно в отношениях с правоохранительными органами их никто не отменял правоохранительными правоохранительные органы зачастую ставят знак равенства между нами и нашими подзащитными и воспринимают нас далеко не в в том виде, в котором следует воспринимать. Ну и, конечно, проводятся обыски в отношении адвокатов, проводятся иные противоправные действия, которые мы обжалуем, доказываем, что правоохранительные органы неправы, что нарушается адвокатская тайна и так далее. Без проблем мы не живем. Изменился кодекс профессиональной этики адвоката. Вот можете объяснить нашим телезрителям, далеким от тонкостей адвокатской деятельности, чем важен этот измененный кодекс. Кодекс профессиональной этики – это основной документ, который определяет все принципы деятельности адвокатуры. То есть фактически определяется и порядок привлечения к дисциплинарной ответственности в первую очередь. Если в тексте предыдущего кодекса нормы морали и этики, в общем-то, как-то они были в тени, хотя это и было прописано, то сегодня в этом кодексе стало, вернее, в ходе обсуждения этого кодекса мы стали говорить о том, что адвокат во всех случаях должен вести себя так, как подобает его профессии. То есть процедура привлечения к дисциплинарной ответственности немножко изменилась. Но я полагаю, что именно с принятием этого кодекса у граждан появилась реальная возможность защитить свои права во взаимоотношениях с адвокатом. С адвокатом даже так, да? И адвокату защититься от своих клиентов во взаимоотношениях со своими клиентами. А в таком случае на что чаще всего жалуются клиенты и какие нормы кодекса этического нарушаются адвокатами? Ну, основная масса жалоб поступает на финансовые взаимоотношения. Поскольку клиент, предполагая, что он заключает договор с адвокатом, ему гарантируется успех, считает, что за те деньги, которые он вносит, непременно должен быть либо оправдательный приговор, либо выигрышное решение в суде. Но клиент зачастую не понимает или не хочет понимать, что адвокат никаких гарантий дать не может. И именно в связи с этим возникают, конечно, взаимные непонимания. Ну и, конечно, это связано с тем, что граждане не знают своих прав даже при обращении к адвокату. Необходимость составления соглашения в двух экземплярах и получения одного экземпляра. Необходимость оформления всех прав и обязанностей обеих сторон. Это тоже предполагается, кстати, этим же кодексом профессиональной этики. И люди, не зная об этом, зачастую не заключают соглашения, ну и возникает взаимное непонимание. Ну и в завершении нашего разговора вернемся к дате Дня российской адвокатуры. Что бы вы хотели пожелать своим коллегам в этот праздник? Своим коллегам, адвокатам Чувашской республики в первую очередь, но и адвокатам всей нашей страны я, конечно, желаю честно, разумно и добросовестно исполнять свои обязанности во имя нашей профессии, во имя нашей престижной профессии, чтобы авторитет адвокатуры рос в глазах общества и чтобы общество, вернее, чтобы мы были востребованы этим обществом. Спасибо большое, Лена Леонидовна. Напомню, что у нас в гостях была президент адвокатской палаты Чувашской республики Елена Кузьмина. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова